Меня зовут Михаил Патюк, я с Украины, город Львов. Сейчас мы находимся в Беларуси, и я хочу рассказать вкратце, как я попал сюда в бизнес, и по какой причине вообще я в этом бизнесе. В 17 лет я уже занимался своим бизнесом, у меня была такая маленькая фирма, это нельзя было называть фирмой, это просто бизнес. Я занимался съемкой и делал монтаж, купил себе оборудование и зарабатывал уже на тот момент 400-500 долларов в месяц, это хорошие деньги были для меня, но потом я переехал учиться во Львов. Во Львов, это город уже, и для меня много чего неизвестного было, познакомился с другими людьми. И однажды мне показали сетевой маркетинг. Я загорелся, потому что я увидел другую жизнь, и я посчитал, что я никогда не смогу заработать таких денег, занимаясь своим делом. Но что-то меня остановило сразу прийти в сетевой маркетинг, и я начал делать быстрее свою работу, развивать больше свой бизнес. Набрал кредитов, купил новое еще оборудование. И потом, когда я вообще не мог отдать деньги за то, что я взял, и мне мой друг, который уже занимался сетевым бизнесом, он просто мне сказал, послушай, что ты делаешь? Приходи сейчас на встречу, и нам нужно с тобой поговорить. Я пришел, и он меня познакомил с компанией FFA. Я включился сразу же на второй день. Он просто мне сказал, послушай, через следующий год-полтора у тебя будут деньги, много денег. Я ему поверил. Я даже не знал об этом продукте, мне не нужны были результаты, я просто ему поверил. Вот. На следующий же день, у меня денег не было, на следующий день я нашел деньги, я включился, и я начал работать. У меня где-то за неделю вот так вот разошелся продукт, я его продал. Но через некоторое время, где-то месяца три или четыре, этот друг ушел из бизнеса вообще. И я растерялся, и не знал, что делать. Потом, однажды я познакомился с Ларисой Гудим, это сейчас мой спонсор, и я начал с ней работать. Я заново включился, и мы начали работать. Сейчас у меня хорошие, довольно-таки хорошие результаты, но еще не те, на которые я рассчитываю, да. Но это тоже неплохо. Я знаю, что я не остановлюсь ни в коем случае, что бы ни случилось. Это, в принципе, все, что я хотел сказать. Что бы вы пожелали тем людям, у которых могут трудности есть, может, какие-то там долги есть, кредиты. Какой путь им избирать, куда идти? Иногда приходит такой момент, да, то, что у меня было, когда уже, ну, тупик, уже некуда было дальше. Уже кажется, что тебя, ты начинаешь думать, если у тебя долги, и тебя там начинают люди искать, вызванивать. Тебе уже страшно становится, ты уже боишься на улицу выходить. Вот. Но это, я думаю, что это тот момент, когда тебе нужно перешагнуть вот этот шаг и сделать что-то новое, что-то другое. Или, во всяком случае, если ничего не происходит, просто взять и биться. Это как последняя битва. Ты идешь, ты не знаешь, победишь ты или нет, но в любом случае ты должен биться. И, возможно, возможно, если ты приложишь все усилия, все силы, которые у тебя есть, ты победишь. Это зависит только от меня, от самого человека. Я сделал свой выбор, я решил, я не знаю об этом бизнесе, да, сетевом маркетинге, когда начинал, но я решил. Я решил победить. Я победил. У меня сейчас нет долгов, я закрыл их, и поэтому сейчас у меня новые горизонты открылись. Сейчас я собираюсь в Доминикану, мне еще так чуть-чуть, но даже если я не достигну, я все равно за свои деньги я поеду. Потому что есть возможность поехать за счет компании, но если я не сделаю, я поеду за свои деньги. Я думаю, что я сделаю. Поздравляем. Спасибо. Такой командой, как собирается у Ларисы Гудим, это не то, что Доминикана, все по плечу с такими лидерами, только к успеху. Спасибо большое вам за интервью. Спасибо.